Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о Австралии. Я наконец-то решила записать. Не знаю, долго ли я буду говорить, но может быть долго, так что вы на всякий случай подготовьте что-то. Может быть, чаёк, кофеёк, сэндвичи. Ну, короче, Австралия теперь моя родина. У меня ещё один повод записать это видео именно сегодня, потому что на этой неделе мы все получили гражданство. Мы наконец-то сдали тесты, мы наконец-то прошли собеседование, мы долго этого ждали, долго к этому шли, 7 лет. И вот, наконец-то, последний как бы этап. Теперь мы ждём, когда нас пригласят на официальную церемонию. Там будет гимн Австралии, что-то такое. Вручат сертификаты, и потом мы получаем паспорт. И всё. Как мы оказались в Австралии? Знаете, я никогда не думала, никогда, ни на секунду. Ну, вообще, у меня даже мысли не было, что мы когда-нибудь даже поедем отдыхать в Австралию. Я никогда вообще об этом не мечтала. Ну, у меня, конечно, была интересна такая страна, всё так необычно, всё по-другому, на другом конце земного шара. И так получилось, что моего мужа пригласили работать здесь, в Австралию, по контракту. Мы поехали. Мы поехали, он мне позвонил буквально за месяц до этого. Сказал, что да, мы уезжаем и переедем, бери репетитора. Он как раз был здесь, в Австралии, всё там подготавливал. И я помню месяц, у меня не было английского вообще никакого. Месяц мы, я ходила с репетитором, занималась. Не каждый день, он не мог просто каждый день этот репетитор делать. И вот какие-то базовым вещам, базовый такой верхний шапочку английского языка, он мне чуть-чуть там как-то внедрил в мой мозг. Но, тем не менее, да, язык я уже учила здесь, в этой атмосфере, когда ты понимаешь, что ты или будешь молчать и притесняться, или ты будешь вот, как мы уже, ты чеши, вот ты чешешь, ты будешь вот прям реально бум-бум-бум-бум-бум, как вот просто вот хоть жестами, хоть какими-то отдельными урывками фраз, хоть какими-то словами, но пытайся донести до собеседника свою мысль. И зачастую, да, это работало, все люди очень дружелюбно как-то ко мне отнеслись, очень как-то мне все помогали, меня поддерживали. И да, язык как-то пришел сам собой, плюс практика, плюс я читаю по-английски, читала и прям я брала книгу, и вот прям мне хотелось ее прочитать на английском, хотя был большой-большой соблазн взять ту же книгу и прочитать ее на русском, но нет. И вот со словарем, если что-то там вообще не понимаешь, но в основном, как бы, когда ты охватываешь, например, абзац, да, общий смысл, потом ты можешь уже, да, уточнить какие-то слова. Но это моя такая была практика. Телевизор, австралийские сериалы, австралийские, американские. Вообще, когда я учила австралийский, английский, в Австралии я ничего не поняла, что мне говорят, потому что здесь очень сильный австралийский акцент. Они, если вы смотрите, например, «Аббатство Даунтон», да, это один английский. Если вы смотрите, например, какой-нибудь американский сериал, ну, я не знаю, какой там, ну, какой, ну, не знаю, «Отчаянные домохозяйки» или «Скорая помощь» или, ну, не знаю, вот во все тяжкие, да, это другой английский. А, если вы посмотрите австралийский сериал на английском, вы вообще ничего не поймете. Вот и у меня было то же самое. Я приехала, я жду, когда мне скажут вот английскую фразу, которую я поняла, мне ее говорят, но я ее не понимаю. Это, конечно, было шоком. Это было шоком, но все, сейчас я уже научилась их понимать и распознавать акценты. А дальше мы приехали в Австралию, да. Так получилось, что Роза, наша замечательная Роза, которую вы знаете, именно она была нашим боссом. Боссом моего мужа, а потом моим тоже. На тот момент мы уже дружили. Именно Роза открыла магазин здесь, в Австралии. Алексей, мой муж, был ее партнером, креативным директором, и они вот придумали вот концепцию. Это был модный магазин. Сначала он был в Москве, если кто знает, на винзаводе. Магазин назывался Car & Co. Ну, вдруг кто знает, вот это как раз начиналось все оттуда. А потом решили открыть в Сиднее, и вот как раз мы приехали все вместе и начали тут жить. Не было планов здесь остаться совершенно. То есть, когда ты получаешь рабочую визу, мой муж получил рабочую визу, а я и мой сын, мы как бы автоматически проходили по этой рабочей визе, как семья. Когда ты получаешь рабочую визу, ты живешь 4 года, работаешь по ней, да, живешь, и ты можешь подавать уже на вид на жительство. Вид на жительство. Мы прожили, проработали и подали на вид на жительство. Подал на вид на жительство, живешь еще 2 года и подаешь на гражданство уже. Вот, собственно, вот такой был процесс у нас, наша история. Все это долго, все это очень дорого. Подавать все эти документы, ладно, ты их соберешь, ты их переведешь, да. Переводы очень дорого, но тоже как-то, да. Сам, вот сама подача, сам факт стоит очень дорого. То есть, процесс переезда в Австралию, австралийское гражданство, это одно из самых тяжелых, самых дорогих гражданств, ну, как бы, считается. Но страна здесь очень открытая, здесь очень, как бы, welcome всех. Сейчас уже отменили они это правило, но был такой еще нюанс. Если ты вкладываешься в австралийскую недвижимость, например, ты покупаешь дом за миллион долларов, миллион долларов ты вкладываешь, автоматически ты получаешь гражданство. Ну, как бы, это был не наш вариант, но, как бы, вот вам на заметку. Сейчас они уже это отменили. Сейчас вообще, по-моему, все поменялось, надо посмотреть. Ну, вот, наша история именно вот такая. Я вам рассказываю нашу историю. Да, и вот сейчас мы, наконец-то, дождались, скажем так. Так, я приехала в Австралию одна, мой сынок, наш сын остался с моей мамой, потому что мы еще не знали, останемся ли мы или поедем обратно, как там с визой будет. Но так получилось, что визу мне дали, вот, когда я уже была здесь, и мне не пришлось выезжать и потом опять выезжать. И сын уже приехал с моим мужем, когда он поехал в командировку, и он его забрал. В общем, они потом приехали где-то через месяц. Короче, месяц я жила в Австралии практически одна. Роза мне помогала. И вот для меня это было такое полное погружение в культуру, вообще в быт, во все, во все. Я оказалась на другом конце земли. Меня все поражало. Я шла по улице, я много ходила. Я много ходила, я не боялась заблудиться, потому что у меня был, во-первых, телефон, я могла всегда позвонить Розе, а во-вторых, ну, как-то там очень, ну, очень легко мне было ориентироваться. Уж не знаю, чего, как, везде указатели, везде какие-то... У меня был Розин адрес, у меня был Розин телефон. Все, я знала, что если вдруг я где-то заблужусь, я позвоню Розе, она меня возьмет. Заберет, спасет. Одевала кроссовки и тупо шла. Шла везде, гуляла. Я уехала летом из России, из Москвы и приехала в зиму, в Сидне в зиму. Ну, вот я вот, это моя куртка, как раз это я 7 лет назад ее привезла, и вот 7 лет назад я в ней именно гуляла, когда приехала, вот такая была зима. Было совершенно не холодно. Сейчас зима холоднее. Меня поразила природа прежде всего, ее красота. Да, мне казалось, знаете, что вот эти фильтры на телефоне, да, вот в Инстаграм, например, да, яркость, когда увеличивают, каждая краска намного ярче становится. И вот мне казалось, что Сидней, ну, 50% ярче вот красок. Но он реально яркий. То ли за счет того, что постоянно светит солнце. Очень мало, когда здесь дождливые, пасмурные, хмурые дни. В основном здесь солнечно, пусть ветрено, пусть холодно, но солнечно. Для меня это очень важно. Я люблю солнце. Меня это поразило. Поразило огромное количество парков, огромное количество зелени. То есть зелень везде. То есть тут ну, нет такого, чтобы вырубить там деревья, построить, вырубить лес, построить какой-то шоппинг-центр. Здесь каждое дерево подписано. Каждое дерево, как бы номер у него есть. В общем, тут так все организовано в этом плане. Они дорожат каждый вот своей веточкой природной. Все по-другому здесь. Вода течет в другую сторону. Я сначала не верила и смеялась. Потом, ну реально, ты смотришь, из крана вода течет вот так, а здесь она течет, если вы смотрите поток воды, он вверх идет. Это какой-то вообще космос. Очень сложно это заснять. Я пыталась заснять это на видео, но не видно. Нет, не видно. Ну, просто представьте. Воду можно пить везде. Можно пить воду из-под крана. То есть везде, куда вы приходите, в кафе. Теп-вота вам просто принесут воду из-под крана. И вот вы пьете эту воду из-под крана. Она вкусная, она сладкая, она реально вода, как вот с бутылкой. Покупаете. То есть с водой здесь просто кайф. В плане еды вообще я приехала в Сиднее и поправилась сразу килограмм на 8, а может и на 10. Потому что здесь нереально вкусно. Все. Начиная от бесподобно вкусного кофе. Здесь лучший кофе в мире. Ну, вообще, я вот сколько кофе пила, здесь самый классный кофе. И заканчиваю, конечно, хлебом, мясом, рыбой, овощами, фруктами. Ну, это богатство. Это богатая на вот это вот все вкусности земля. Здесь много ферм, здесь все в основном органическое, органическое мясо. Здесь вкусно, что поделать. Если вы гурман, то да, вам понравится. Я люблю вкусно поесть, поэтому да, для меня это опасно. Опасно было здесь оказаться. Ну, поправилась, поправилась. Ладно, меня устраивает вообще все. Что еще? Мы снимали первое время квартиру. Снимали, мы жили на заливе, так красивый такой был вид. Такая вот прям, знаете, мечта. Вот, когда ты приезжаешь в Сиднея, ты хочешь жить именно с видом на море, на океан, на воду. Тут был такой залив, яхты, парк рядом. Я еще тогда бегала, помню. Бегала каждый вечер на пробежку. Такая была дисциплинированная девчонка. И все было прекрасно. Это было не холодно особо. И вот я там. Мы жили, было все супер. Но, когда наступила зима, эта квартира, это наше жилье стало просто невыносимым. В Австралии в основном во всех домах нет центрального отопления. Если, как бы, бывает, знаете, вот в старых домах в полу такие вот дует такой теплый ветер. Такое вот отопление бывает. А бывает, если уже, конечно, что-то такое современное, установлены везде кондиционеры, которые работают и на охлаждение, и на тепло. Но в основном нет. В основном нет. Вы покупаете или вот эти газовые батареи, или еще что-то, и тупо вы мерзнете. Все наши зимы, которые мы живем в Сиднее, мы всегда мерзнем. Я до сих пор не могу привыкнуть вот к этому холоду. Когда по факту дни холодно. Но когда в вашей квартире постоянный холод, это, конечно, неприятно. И мы оттуда съехали. Мы оттуда съехали и подумали, что да, лучше, наверное, покупать свое жилье. На тот момент у нас была в России квартира. Мы ее продали и купили квартиру здесь. Почему мы это сделали? Потому что в Сиднее реально ты снимаешь за очень дорого. Конечно, все зависит от районов, но так как наша работа находилась в центре, мы не могли позволить себе снимать. Это очень далеко. У нас не было возможности приезжать на работу и работать в нормальном ритме. Та цена, которую ты платишь, когда ты снимаешь жилье, она равносильна той цене, которую ты платишь каждый месяц взносом за свое жилье. Поэтому мы решили, что почему нет. На тот момент мы уже решили попробовать здесь остаться. Всегда можно продать квартиру. Квартиры и вообще недвижимость в Сиднее это золото. Это на вес золота. Это лучшее вложение денег. Простите, Элвис тут у нас решил поговорить. Это лучшее вложение денег, ну, как наверное, везде. Ну, да. Да. А сейчас на данный момент эту квартиру мы сдаем нашу и снимаем что-то другое. Вот мы сейчас живем не в нашей квартире. Другое, почему? Потому что она нам стала маленькая, к нам часто приезжают родственники, и приезжают они надолго, они приезжают от трех до пяти месяцев, и физически очень тяжело было нам всем вместе там находиться. Мы решили вот снять что-то побольше. Но с этой мы тоже скоро думаем переезжать. В общем, мы такие джипси, цыгане, цыгане, мы очень любим переезжать. Три года назад мы решили сделать, открыть наш магазин, наша работа. Наша работа заключается в том, что у нас есть магазин. Два магазина на данный момент. Это наш бизнес, мы сами себе спонсоры сейчас на данный момент. И это тяжело, это круто, это интересно, но это очень тяжело. Многие спрашивали, Оля, что же у вас за работа, где же вы работаете. У нас магазин в центре, магазин дизайнерской одежды, аксессуаров. Мой муж Байер, он ездит его приглашают в Японию на неделю моды, в Корею и в Бразилию. И вот он оттуда что-то закупает. Что-то мы уже наладили контакты с какими-то дизайнерами, они нам присылают лукбуки, каталоги с новыми коллекциями, мы можем заказать уже просто онлайн. Они нам присылают это. Австралийские дизайнеры, как вы знаете, я очень люблю австралийского дизайнера Киру. Также мы его тут продаем, закупаем. В общем, это наша работа, это то, что мы умеем, это то, что мы любим, то, чем мы живем. Но это очень тяжело, потому что мы работаем вдвоем. У нас нет помощи, абсолютно. У нас есть две девочки, которые работают где-то два раза в неделю, но иногда у них не получается, то есть нет такого вот, что мы не можем физически и материально пока никого нанять на полное время. Поэтому мы работаем всегда он в одном магазине, я в другом магазине. И да, это круто, это интересно, это твой прям как ребенок, да, но иногда ты устаешь от этого, это эмоционально очень изматывает. Я не жалуюсь, я не жалуюсь, конечно, но мне иногда очень хочется поехать куда-то, отдохнуть, провести неделю, просто ни о чем не думать. Но пока, пока это нереально, но все будет классно, бизнес растет, бизнес должен как бы это время, это время, нужно дать всему время и все взойдет, все наладится. Поэтому часто, когда я показываю вам одежду, новинку, новинки одежды или еще что-то, в основном это да, из нашего магазина, я мало что сама покупаю в каких-то других магазинах, не вижу в этом смысла, потому что меня все устраивает, мы заказываем под наш вкус, под мой, в частности, вкус, я стеснялась сначала говорить, что у нас свой магазин, ну слушайте, да, вот моя работа такая, я работаю в своем магазине, я лицо, я представляю наш бренд, наш магазин называется Тиммаджинариум, Тиммаджинариум это значит Тим, это наш сынок, Тимофей, и иммаджинариум мы сделали как иммаджинейшн, а все вместе это вот Тиммаджинариум, ну такое интересно у нас получилось имя, так что я оставлю ссылку на магазин, можете посмотреть, вот, что еще, сын ходит здесь в школу, в Австралии есть школы паблик, публичная школа и частная школа, так получилось, что когда мы приехали, у нас был такой хороший, стабильный доход, и мы отдали его именно в частную школу, частная школа это платная школа и ты можешь ходить туда вот на протяжении всех классов, то есть как он ходил с детского сада и сейчас он в четвертом классе уже, а публичная школа она работает только с шести лет и до, по-моему, четвертого или пятого класса, потом ты все равно обязан ребенка отдавать или в частную школу, готовить его, или тоже в публичную, но уже на высшие классы, и ты вот разрываешь ребенка, ты его туда-сюда перекидываешь, так получилось, что пока позволяет возможность делать, оплачивать его школу, мы это делаем, но я понимаю, у нас там есть, знаете, как сказать, скидки нам дают, но если не будет этих скидок, я не знаю, будем ли мы туда ходить, хотя школа потрясающая, школа очень хорошая, но публичная школа не намного хуже, единственное, единственное нет, почему мы не отдали нашего ребенка в публичную школу, потому что мы живем в таком районе, где публичная школа не очень хорошая, вот, ну, просто, вот, район такой, в сенеи разные районы, в разных районах своей школы, и ты не можешь отдать своего ребенка в ту или иную школу, если ты не живешь в этом районе. Хороших школ публичных можно вот так вот перечислить, ну, может быть, их пять, может быть, шесть, вот прям классных, да, и мы не хотим жить в этих районах, к сожалению, но мы обязаны там переехать, чтобы вот он ходил в эту школу, ну, пока мы вот ходим в нашу, посмотрим, посмотрим, я не знаю, понятно ли, сказала, нет, что еще? Австралийские люди очень дружелюбные, очень коммуникабельные, очень улыбчивые, ну, дружелюбные, улыбчивые, да, очень светские. Мы пытались заводить дружбу с многими австралийскими семьями, потому что в школах, в школе, когда наш сын ходит, очень часто мы делаем плейдейт, они приходят друг к другу в гости, иногда с ночевкой мы принимаем его друзей, да, я делаю там им пиццу, и там они смотрят какие-то мультики, в монополию играют, и так далее, и он тоже ходит, да, и так или иначе ты общаешься с родителями, с некоторыми, мы тоже ходили на ужин, на еще что-то, еще что-то, но это все так на полутонах, все очень светско, как я сказала, все, не на сто процентов, хотя, может быть, это и не должно быть сто процентов, семья-семья, а друзья-то друзья, но мы привыкли немножко по-другому общаться, иногда хочется просто так душевно посидеть, поговорить, с австралийцами такого, к сожалению, не получается, поэтому в основном наш костяк это русские, мои русские девочки, наши русские друзья, вот девочки-мальчики, вот дети у нас общаются, вот как-то так уж получилось, что несмотря на то, то, что мы семь лет живем в Сиднее, наши друзья гораздо дольше живут, там по 20 лет, и все равно все-таки тяга больше к русскому, к русским, к русской душе, скажем так. Вообще, в Австралии очень много живет разных людей, разных национальностей, очень открытая страна, то есть дружелюбная принимает всех, есть кварталы целые, есть итальянские зоны, эрии, районы, господи, районы итальянцы, где живут, район, где живут арабы, район, где живут корейцы, район, где живут китайцы. Китайский чай на таун, это вообще, это моя просто любовь, я обожаю, обожаю маленькие вот эти магазинчики, вот эти вот все шипиц, шкварчит, они все что-то готовят, вот эти китайские пекинские утки, я это обалдею, просто там погулять, потусоваться, поесть вкусно, китайский квартал это must have. Корейские, корейские прям бывают огромные шоппинг-центры, вот мы недавно с Розой ездили в корейский квартал, не квартал, корейский район, и там вот огромный корейский шоппинг-центр, и я наконец-то купила себе какие-то корейские штуки, там одни корейцы, одни корейцы, очень было прикольно тоже там сходить, в общем, Австралия в этом плане очень такая открытая страна, очень безопасная страна, конечно, бывают здесь и преступности, все такое, но в основном, знаете, вот ты живешь, понимаешь, что тебе спокойно, тебе спокойно, ты можешь ночью выйти, пойти пешком хоть куда, хоть в любом районе, и ты будешь знать, что все окей, все нормально, как бы, в России, конечно, тоже так, но у них не везде и не всегда, и не в любое время суток, я спокойно могу, ну, я еще пока не могу, но у меня муж может отправить нашего девятилетнего сына там за молоком, куда-то там далеко, ну, можно, да, я просто пока еще нервничаю, поэтому я не говорю, что здесь все так прям прекрасно и все такие люди прекрасны, конечно, везде хватает разных людей, но в целом я здесь отдыхаю, периодически я периодически себя ловлю на мысли, что ты тут живешь как на курорте постоянно, это рай, вот это рай, это красота, воздух, везде чисто, океан, то есть, ну, реально, ты живешь рядом с океаном, ты в любой момент можешь сесть в машину, поехать, если это зима, просто полюбоваться океаном, это ни с чем не сравнимая медитация, ты можешь просто сидеть и вот смотреть на океан и наслаждаться воздухом, этими эмоциями, которые тебе дарит этот вид бесконечно красивый, а летом, конечно, ты берешь машину, едешь, и все, ты весь день проводишь на океане, там же покупаешь это, фишн чипс, и все, ты весь день просто как проводишь, как где-то на классном курорте, да, это плюс, это огромный, огромный плюс, но ты жертвуешь все друзья мои в России, моя мама, мой папа в России, родители мужа тоже в России, бабушки, дедушки, ну, что делать, что делать, ты выбираешь, я знаю, что мой сын здесь счастлив, у нас, конечно, ностальгия, мы, я еще хорошо, у меня нормально, я тут адаптировалась, вот я могу сказать на 100%, что я не могу сказать о своем муже, к сожалению, он до сих пор еще, как бы, чувствует не в своей тарелке себя, не то, что стесняется, там что-то как-то некомфортно ему, просто он все еще там, там, и он говорит, я уже не знаю, кто я, человек, то ли я русский, то ли я австралиец, я могу точно сказать, что я русская и всегда буду русской, австралийский менталитет мне не очень близок, мне, ну, как бы, поэтому, да, я вот, вот какая я есть, я такой останусь, наверное, и меня не нужно меняться, мне не нужно подстраиваться, это немаловажно, когда ты живешь в чужой стране и тебе не нужно подстраиваться под ее, под ее ритм, под ее стиль жизни, ты органично здесь вот прям вот вписался, и, да, меня это очень устраивает, мне от этого хорошо. как-то вот я суббурно, может быть, сказала все, пишите, может быть, еще какие-то вопросы у вас есть по Австралии, наверное, все, я рассказала немножко на эмоциях, если хотите, что-то такое более о политике, может быть, ну, не знаю, это не мой конек, о, может быть, как-то, как здесь пожилые люди живут здесь, если хотите узнать, я сделаю еще видео, может быть, сделаю видео с Розой, потому что она, она живет здесь уже довольно давно, и она, конечно, у нее больше знаний, чем у меня, вот в этих каких-то тонкостях, да, давайте, напишите, мы сделаем тогда вместе с Розой тоже видео, прям четко напишите свои вопросы, может быть, по документам, может быть, по визам, может быть, еще что-то, и мы вам с Розой все ответим и скажем и заснимем новое видео. А на этом все, я надеюсь, вам понравилось, с вами была Аленка Блок, все, пока-пока.